Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, всех вас еще раз поздравляем с отданием праздника Пасхи Христовой. Сегодня особый день, когда мы в последний раз в этом году торжественно прославляем Пасху Христову, вот так, по-пасхальному, по-красному. И, конечно же, хотелось бы в завершении нашей с вами праздничной службы этого сорокадневного периода Пасхи Христовой напомнить, для чего Христос направляет своих апостолов, учеников на проповедь. Почему Он вручает им удивительное благовестие, прежде всего благословляя проповедовать Евангелие всей твари, то есть всем людям о том, что Христос Воскрес. Это главная тема проповеди всех христиан. Не случайно один замечательный человек сказал прекрасные слова, что колыбелью христианства является пустая гробница Господа нашего Иисуса Христа. И, как я вам обещал, сегодня в завершении пасхальной службы, мне хотелось бы привести вам очень важные сведения, исторически доказывающие воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Мы с вами должны, особенно в завершении этого периода, укрепиться в вере и быть всегда готовы ответить каждому, кто спрашивает у нас о вере нашей, скротостью и благоговением. Мы не должны ни шуметь, ни доказывать, мы должны рассказывать, мы должны нести эту благую весть людям о том, что Христос был распят и воскрес. Но не всегда, и, скажем, даже далеко не всегда, современные христиане могут защитить основы своей веры. И на вопросы, которые сегодня задает неверующий или отступающий от истинных христианских ценностей мир, не каждый христианин готов встать на защиту, прежде всего, духовно и нравственно, и, если хотите, научно-исторически доказать не просто бытие Бога, но и славное Его воскресение. Итак, дорогие мои, мне хотелось бы остановиться сегодня на очень важных составляющих наше спасение. Это достоверности исторических сведений о, первое, рождении Иисуса Христа, второе, о Его жизни, третье, о Его смерти, и четвертое, о Его славном воскресении. Эти факты, которые дают нам право заявлять людям о истинности нашей веры, неопровержимы. Итак, первое, Христос родился. Если кто-то в этом сомневается, то пусть посмотрит на число календаря. И это число ему покажет 2020. От чего? От Рождества Христова. Весь мир, в своем большинстве, пользуясь этим календарем, называет дату рождения Иисуса Христа. Вот потому одно из главных доказательств, что прошла старая, то есть ветхая часть этой исторической народной линии бытия человечества на земле, разделилась Рождеством Иисуса Христа на две части. До Рождества это все ветхого завета тема. И после Рождества, и как атеисты называют, или неверующие, или просто агностики, называют ее новой эрой. Итак, Христос родился. Мы знаем, что Он родился в городе Вифлееме. С большой радостью я вчера узнал о том, что Вифлеемский храм Рождества Христова открыли. В 83 дня место рождения Иисуса Христа было закрыто в Вифлееме. Но в этом храме, который не разрушался, это единственное место, которое сохранилось до сегодняшнего дня археологически, исторически, где находится само место, которое украшено сегодня серебряной звездой, на которой написано, «Здесь от причистой Девы Марии родился Иисус Христос». Мы с вами знаем, как называется город, где родился Христос. Бетлихем в переводе означает «город хлеба». «Я хлеб, сходящий с небес», — сказал Христос. Вот город, который принял в себе родившегося младенца, куда пришла Богородица со своим нареченным мужем Иосифом для того, чтобы принять участие в переписи. Но, будучи беременной, не найдя себе приюта среди живущих в этом городе, они ушли немного дальше, и там, в загоне для скота, Матерь Божья родила нам Спасителя мира, Господа Иисуса Христа, в чем никто не должен сомневаться, в Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Второй важный фактор, дорогие братья и сестры, который подтверждает нашу сегодняшнюю радость, веры, это жизнь нашего Спасителя. А что же наиболее подтверждает жизнь человека, как не то, что оставлено в Святом Евангелии? И вот если мы с вами внимательно почитаем, чему учил, о чем говорил, какие давал оценки, какие удивительные притчи оставил Иисус Христос, это еще раз подтвердит то, что это не просто у человека. Никто не говорил так, как этот человек. Ни один человек еще не говорил так, как говорил Христос. Каждое его слово было растворено любовью, мудростью и святостью. Вот почему, дорогие мои, самым главным и важным подтверждением еще жизни Христа являются его ученики, один из которых апостол Павел. Вот давайте мы с вами вдумаемся. Ревностный фарисей, иудей, который был воспитан на иудейской традиции, который прежде всего шел, чтобы в Дамаске, получив указ преследовать христиан и заключать их в темнице, то есть это был человек, который исполнял повеления того времени правителя, сажал в темнице христиан, он был ревностным защитником своих религиозных мировоззрений. И вот когда жизнь человека так изменяет жизнь другого, из этого гонителя он становится первоверховным апостолом, который, идя гнать Иисуса Христа и его последователей, он, оказывается, увидел свет, который был ярче солнечного света, и ослеп и услышал от Господа, «Зачем ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Христос, которого ты гонишь». И вот тут он говорит, «Что повелишь мне делать, Господи?» Вот эти слова, «Что повелишь мне делать теперь, то есть когда моя жизнь должна измениться, что так, как я жил, жить уже не могу», является еще одним удивительным подтверждением того, как жизнь Иисуса Христа меняла к лучшему жизнь гонителей, преследователей, мучителей, а сколько в истории таких событий, которые являются неопровержимым доказательством того, что просто изменить учение человека не могло, были явные чудеса, которые были явлены при жизни Иисуса Христа. Это и воскрешение мертвых, это исцеление слепорожденного, и мы с вами в период, в неделе о слепом знаем, что Христос исцелил человека, у которого даже не было глазных яблок, не виданно еще было, чтобы кто дал зрение слепорожденному, удивлялись фарисеи. А Христос давал зрение, Он давал возможность ходить хромым, исцелял болящих. Но самое главное, Он пришел не для того, чтобы быть мировым правителем, Он пришел открыть нам небо и сказал, «Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Следующее, дорогие братья и сестры, является важным фактором, это пустая гробница Господа нашего Иисуса Христа. В нашем храме даже сохраняется копия Туринской плащаницы, той самой плащаницы, в которой был завернут наш Господь Иисус Христос Иосифом Марифофейским. Это называемое еще и Пятое Евангелие, на котором отобразились даже следы мук Иисуса Христа, которые подтверждают, и их изучали на самом современном уровне. И доказали, что это есть плащаница не только к тому времени, но на ней изображен тот, на котором изображен человек, который получил больше ста ударов плетьми, нанесены раны ему, потому что римляне наказывали бичеванием, а на конце еще бича были три жилы, и на каждой из них были металлические шарики, и вот этими ударами нанесли раны Господу нашему Иисусу Христу, что передает нам воззрение на плащаницу Туринскую. Кроме того, мы видим там следы от распятия Господа Иисуса Христа, окровавленные руки, ноги. Мы видим даже окровавленное ребро, то есть там место, куда воин, один над воином, копием, ребра его, прободе и абе тот же. И зашла кровь и вода. И видевый свидетельствовал, и истинно есть свидетельство его. Кто это тот, который видел? Кто тот, который свидетельствовал? Это Иоанн Богослов, ближайший ученик Иисуса Христа, видел и свидетельствовал, и написал Евангелие о жизни Иисуса Христа, о его любви к людям и ко всему роду человеческому. Разве это не подтверждение, что то, что в гробе нет умершего, и там, как сказал ангел, зачем вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Это является еще одним доказательством нашей с вами веры. Мы должны ответить в этом размышлении на три вопроса. А почему гробница пустая? Вот очень важное исследование проводили ученые. А почему гробница пуста? Первое. Возможно, выкрали враги, то есть фарисеи, саддуки, книжники, скрыть следы своего преступления, распятия Господа Иисуса Христа, которого они предали на крестную смерть. Второе. Возможно, это сделали ученики Иисуса Христа. Выдвигалась такая версия, что ученики пришли и украли тело своего учителя. И третья версия, которая выдвигалась для исследования, это то, что Он воскрес. И то, что чудо из чудес все-таки имеет место быть, и оно реально. И тогда, когда исследователи, историки, все те, которые изучали внимательно эти вопросы, на первые ответили однозначно. Если бы враги украли тело Иисуса Христа, они бы предъявили верующим и сказали, «Вот ваш мертвый Иисус, которого вы проповедуете, что Он воскрес. Посмотрите тело Его». Они были заинтересованы найти тело Иисуса Христа, и поэтому были даны самые серьезные поручения, задания и указы – найти тело распятого Иисуса. Искали всюду. Не только на Голгофе. Среди умерших, среди трупов. Было задание любой ценой найти факт того, что тот, которого эти христиане почитают воскресшим, показать мертвецом. Все перерыли. Столько гробниц открыли. Свежих могил вскрыто было. Искали тело Иисуса Христа. Не нашли. Враги Христовы этого сделать не могли. Был сделан однозначный вывод. Второй вывод из того, что было вынесено в качестве версии. Может быть, это сделали Его ученики? Но тогда вопрос. А зачем тело умершего Учителя ученикам, если они разбежались от Него живого? Они ведь разбежались. Мы знаем, что у Креста осталась Богородица, Иоанн Богослов и Жены Мироносицы. Апостолы знали, что вот Он Мессия, который, наконец-то, идет установить славу Израиля. Вот Он Мессия, настоящий, который избавит от римского владычества весь израильский народ. И вдруг Его Иуда предает, Его прибивает к кресту, и на кресте Он умирает. Они уходят. Достаточно вспомнить, с каким чувством идет в Эмаус апостол Лука вместе с Клеопой. Они идут и беседуют о том, а Христос поравнялся рядом с ними, и вопрошая у них, о чем это они разговаривают? Разве ты не знаешь, что ты один из пришельцев? Ты что, не слышал, что случилось? Вот мы теперь уходим, мол, не знаем, куда идти. Надо находить свои снова сети. Надо находить свои лодки, снова возвращаться к рыбацкому делу. Чем-то-то надо жить теперь. Ученики разбежались. Они не поверили, что Он воскрес. Об этом свидетельствует и Фома, который говорит, пока не вложу перста мои в раны от гвоздей его, не поверю. И ученики собрались в сионской горничице страха ради иудейского. Они собрались там от боязни, что их тоже сейчас схватят. Они собрались от боязни того, что они тоже будут наказаны и казнены. Итак, версия о том, что ученики украли тело Иисуса, разбивается о факты, описанные в Святом Писании и исторические сведения. Больше того, если бы украли тело Иисуса Христа, то тогда бы все римские воины, которые охраняли эту гробницу, были бы казнены. А так, мы с вами знаем, что этих охранников гробницы Христовой их пригласили на очень важное совещание к фарисеям. Когда они услышали от римских охранников, воинов, что он воскрес, они сказали, вы обязательно должны рассказать людям, что это обман, что его украли его ученики. Так и скажете, что когда мы спали, пришли ученики и украли тело учителя. Те стали возмущаться. Как мы можем сказать такие вещи, когда мы сами свидетели его воскресения? Вы так и скажете, сказали им иудеи. Не будем мы так говорить. Мы не скажем, потому что мы видели и свидетельствуем, что он воскрес, тот, которого распяли на кресте. И тогда фарисеи говорят, ну тогда мы вас убьем, а так дадим много денег. Выбирайте либо много денег, либо смерть. Как вы думаете, что выбрали римские воины? Они выбрали деньги. И вышли, и рассказали, что когда мы спали, пришли ученики его и украли тело Иисусова. Очень интересное свидетельство спящих, не правда ли? Может ли человек во сне сказать, что когда я спал, приходил кто-то и взял, допустим, у меня со стола книгу. Значит, ты не спал, если ты видел, что кто-то заходил и взял у тебя книгу со стола. Но если ты спал, то как ты можешь быть свидетелем? Какое странное свидетельство спящих, не правда ли? Которое еще раз разбивает эти камни лжи в пыль и превращает всю эту выдумку иудейскую, что Христос был распят и умер в очередную ложь. Он был распят и воскрес, как сказал, потому что воскресение Христово было предречено еще древними ветхозаветными пророками. И потому это еще одно доказательство воскресения Христово. Еще очень важное свидетельство, дорогие мои, это то, что само существование христианской церкви не имело бы смысла, если бы Иисус Христос не воскрес. Вы знаете, что есть замечательные выражения, которые мы сохраняем с вами из посланий святых апостолов, что если бы Христос не воскрес, то тщетна была бы и вера наша. Тщетна, то есть напрасна была и проповедь наша. Послушайте, как об этом говорит сам апостол, говоря о том, что бы было, если бы не воскрес Христос. Первое. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы сказали бы и оказались бы лжесвидетельствователями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, но Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших, свидетельствует святой апостол. Итак, мы с вами из Священного Писания не только знаем, что воскрес Христос, но и исторические, древние историки, мудрейшие люди. Я приведу вам буквально цитату Томаса Арнольда, который был профессором истории в Оксфордском университете, один из известнейших историков в мире. Вот какое он сделал заявление относительно исторических свидетельств воскресения Иисуса Христа. Послушайте, я не знаю ни одного другого факта в истории человечества, который бы в глазах непредубежденного исследователя подтверждался бы более убедительными или исчерпывающими свидетельствами, чем тот великий знак, который дал нам Бог, чтобы показать, что Христос умер и воскрес из мертвых. Мы с вами знаем, что после воскресения Христа было и неоднократное явление Господа. Мученическая смерть последователей Иисуса Христа за веру в воскресшего Спасителя – это еще одно историческое подтверждение. Скажите, кто из последователей многих философов, античных великих мыслителей за них принимал смерть? В лучшем случае, если где-то надо было защитить его интересы, может быть, его убеждение, но столько количества, такое количество мучеников и исповедников за веру Христову, прежде всего, вспоминая того же апостола Павла, который в Риме претерпел бывший гонитель, за Христа теперь умирает. Он принимает смерть в 1967 году, в Риме ему отсекли голову. За что? За то, что он проповедовал Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумия. Он проповедовал воскресшего Христа, который победил смертью смерть, и за эту проповедь. Ему отсекают голову. Почему на иконе апостол Павел изображается с книгой, как написавший 14 посланий христианским церквам и всем нам с вами, и с мечом, от которого он был умерщвлен. Но он для нас не просто пример, он для нас продолжатель дела воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Если бы друзья Иисуса выкрали тело, чтобы представить дело так, будто он воскрес, тогда они бы точно знали, что это ложь. Люди не становятся мучениками во имя идеи, которую они считают обманом. Эти слова еще раз подтверждают ту истину, что если бы кто-то обманул, вы знаете, ну взяли бы и украли тело Иисуса Христа. Ну нет его, просто никто не знает, разве стоит за это умирать? А то, что Христос действительно воскрес, сколько мучеников поверили в то, что сказал Христос, верующий в Меня, если умрет, оживет. Я есть воскресение и жизнь. Я свет миру, и всякий, кто последует за Мною, будет иметь свет жизни. И вот за этим светом, за воскресением Христа последовали очень многие. Еще одно свидетельство женщин Мироносец о воскресении Иисуса Христа. Вот это очень важный факт, который, приводя своим оппонентам или собеседникам, я бы предложил вам, дорогие наши, в большинстве своем посещающие храмы, женщины. Тем более, у нас нижний предел освящен в честь святых жен Мироносец. Свидетельство женщин, это что такое за свидетельство в то время Дальнего Восточного периода? Да оно вообще не являлось свидетельством. Свидетельство женщины в суде даже не принималось, оно не рассматривалось. Женщина считалась невозможной для свидетельства. И поэтому, когда первыми принесли весть о воскресении Христа, вы помните, Мария Магдалина, Соломия и прочие жены Мироносеца, апостолы тогда, им и не поверили. Они решили сами убедиться пойти. Да свидетельство женщин ставилось ни во что. Однако, Евангелие не изменило нам этого свидетельства и не переменило местами. Вот пошел сначала Петр, убедился. Пошел Павел и убедился, что Христос воскрес. Первым Евангелие передает нам. Убедились и были свидетелями воскресения те, кто остались верными Христу перед распятием, которые не оставили его даже перед лицом смерти. Первыми увидели Христа воскресшего не мужчины, которые убоялись и разбежались, а женщины, мироносицы, которые возлюбили всем сердцем своего Учителя и Господа и пришли исполнить свой священный долг всего лишь помазать миром его усопшее тело. И вот потому, дорогие мои, то, что женщины свидетельствуют о воскресении Христа с того самого времени, это еще одно историческое доказательство, что никто даже ничего не дерзнул поменять в Евангелии, не переставить местами. То, что ни во что ставилось в то время, сегодня прославляется как святое равное апостольное служение. Почему и Мария Магдалина у нас называется с вами святой равноапостольной. Марией Магдалиной, которая во все концы вселенной до самого даже есть такое народное хорошее предание, что именно когда она принесла ему куриное яйцо при свидетельстве о воскресении Иисуса Христа, Тиверий не поверил и сказал, женщина, прежде в твоей руке яйцо станет красным, нежели человек воскреснет. И пока он это говорил, яйцо в ее руке стало красным. Он тогда восклицает то, что мы с вами в принципе повторяем на каждую Пасху. Воистину воскрес Христос, о котором ты глаголишь, то есть ты говоришь. Еще очень важное, дорогие братья и сестры, важное свидетельство это то, что враги Иисуса предъявили бы тело Христа не просто как свидетельство лжи, но и как оправдание своих убеждений. Мне хотелось бы привести вам слова Иосифа Флавия, это один из еврейских историков первого века. Я хочу процитировать вам его слова, которые он сказал. Когда Пилат по обвинению наших старейшин приговорил его к распятию, то, кто с самого начала возлюбил его, остался ему верны. На третий день он явился им снова живой, ибо божественные пророки предвозвестили это и огромное множество других чудес относительно него. и племя христиан, название которых пошло от него, не исчезло и по сей день. Это я процитировал книгу Иудейские древности, восьмую главу, третий стих. И дальше дорогие, мне хотелось бы также привести вам неопровержимые свидетельства воскресения Христа из Священного Писания. Десять явлений Господа Иисуса Христа за этот сорокадневный период, когда Он воскрес, как сказано в деяниях святых апостолов, что Он в течение сорока дней являлся своим последователем и ученикам. Я приведу вам всего эти несколько примеров. Итак, первое явление было Марии Магдалине, второе другим женам мироносица, третье Петру, четвертое двум ученикам по дороге в Эмаус, пятое одиннадцати ученикам за исключением Фомы, шестое двенадцати ученикам восемью днями позже, там уже был и Фома. Восьмое семи ученикам возле Теверятского моря, восьмое пятистам последователям, девятое Иакову, десятое двенадцати ученикам в момент вознесения Господа нашего Иисуса Христа. И вот теперь, дорогие, мне хотелось бы с того, с чего начал и закончить. Мы с вами по пути спасения имеем абсолютно достоверные факты того, во что мы веруем. Мы с вами верим в то, что Христос это не миф, это не какой-то герой блинных сказаний, это реальная личность, который, во-первых, родился в Вифлееме 2020 лет назад, и весь мир празднует это событие, даже не обращая внимания на основу, на корень. Все поздравляют друг друга с Новым Годом, желают друг другу нового счастья, а вот сказать бы, добавить, с Новым Годом, с 2020, или вот будет, Бог даст, доживем, с 2021 от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, и напомнили бы, что Христос реально существует, и не только когда-то 2020 лет назад, но и сегодня, и днесь, потому что Он сам сказал, я с вами, во все дни, до скончания века, его смерть сохраняет Голгофа, храм Воскресения Господня, который до сегодняшнего дня сохраняет это место, и даже отверстие, где стоял крест Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, туда паломники могут опустить руку, как Фома, он может туда прямо погрузить свою персть, приложиться главою, помолиться, попросить прощения за неверие, за сомнение, прости нас, Господь. И, конечно же, дорогие, мы с вами видели и знаем, есть пустая гробница, она пустая по сей день, только об одной гробнице сказано, здесь нет мертвого, он воскрес, и этот воскресший Господь наш Иисус Христос являет массу для желающих найти подтверждение своей веры, достовернейших исторических свидетельств. Если человек не хочет, он и не будет искать подтверждение истины веры. Оно ему просто не нужно. Ему будешь доказывать, а он будет совершенно удален даже от этой темы. Поэтому, если кто не хочет слушать, не мечите бисера пред ногами этих людей. А если кто захотел услышать или поинтересовался, почитайте, дорогие братья и сестры, о фактах веры, которая у нас не на пустом месте, а на исторически достоверных фактах, может не только укрепить нашу с вами веру, но еще больше придать нам силы, особенно в это непростое время так называемых карантинных и прочих вирусных болезней, потому что, как говорил Григорий Палама, кто поверит нам, что Богородица родила, оставшись девой младенца, если мы будем вести жизнь развратную, кто поверит нам, что смерть побеждена смертью Христа, если мы с вами будем бояться смерти. Вот почему вера наша дает нам не просто надежду, но уверенность в нашем бессмертии, потому что Христос был первенец, а за ним Христовы, а за ним все пойдут на суд Божий, который непременно будет. Вот почему христиане говорят чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, и подтверждает это слово Аминь, то есть истина так. Пользуясь возможностью, я еще раз всех вас поздравляю с Пасхой Христовой, с отданием этого светлого периода прославления воскресшего Христа. Хотелось бы пожелать всем вам укрепиться в вере, чтобы в какую мрачную пору нашего исторического периода жизни мы не входили, нас с вами всегда озарял свет Христово в воскресении, чтобы в сердце нашем, как у батюшки Серафима Саровского, всегда сиял пасхальный свет, что давало возможность и право ему говорить, Христос воскресе радости моя. Хотелось бы всех вас поздравить этим вечно живым и жизнеутверждающим Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе воистину воскресе Христос и нам даровал живот вечный Аминь.